Этот чат позволит вам получить ответы на любые вопросы, помимо этого он сможет также кодировать для вас. В этом видео я покажу, как настроить вашу учетную запись и как использовать ее. И поскольку есть два интерфейса, мы разберемся с настройками. На данный момент чат GPT третья модель абсолютно бесплатна, но если проверить настройки, то мы можем увидеть, что за каждый символ взымается оплата, которую на данный момент мы не оплачиваем, но в будущем готовьтесь к тому, что использование чат GPT в любом случае будет платным. Помимо этого вы уже можете апгрейдить и заплатить 20 долларов в месяц за использование чат GPT+, где у вас будет несколько преимуществ. Это быстрее ответ, приорити, доступ к разным новым фичам, то есть функциям, а также вы будете получать ответ даже когда в чат GPT максимальная загрузка использования. А сейчас пришло время настроить вас, чтобы вы могли использовать эту революционную модель для своего интереса. Для начала вам нужно открыть браузер и зайти на сайт chat.openai.com, либо же вы просто можете воспользоваться ссылкой, которую найдете внизу под видео. Следующим шагом вам нужно создать аккаунт, воспользовавшись кнопкой Sign Up. Для некоторых стран использование чат GPT запрещено, поэтому советую использовать VPN. Лично я использую и могу посоветовать бесплатную версию ProtonVPN. Далее заходим в свою почту, верифицируем email. Следующим шагом указываем имя, фамилию и дату рождения. И не обязательно это должны быть настоящие ваши имя и фамилии. И следующим самым сложным шагом вам нужно указать свой номер телефона для того, чтобы получить смс-код. Но некоторые страны не пропускают, поэтому вам нужно будет воспользоваться сервисом покупки виртуальных номеров. Благо с украинскими номерами мы можем регистрироваться, поэтому смело вводим номер своего телефона и получаем смс-ку. Далее нам нужно пройти странный капчатест. Интересно, я его пройду? Или вы индивидуальные способности? Сразу нас ждет предупреждение о том, что наши беседы могут быть слиты для того, чтобы улучшить версию чата GPT. То есть, по сути, каждый запрос обучает еще больше искусственный интеллект. И также нельзя использовать sensitive content в чат GPT-воде, поскольку он не будет отвечать вам на разные каверсные вопросы. И теперь, когда вы вошли в чат open.ai.com, вы сталкиваетесь с базовым интерфейсом, который вас встречает. И далее мы можем стартовать задавать ему вопросы в строке внизу. К слову, лучше всего разговаривать с густным интеллектом на английском языке, поскольку ответы будут наиболее релевантны и наиболее улучшены. Если же вам нужен короткий ответ на вопрос, вы просто можете написать сократи обозначение. И вуаля, мы получили краткое описание, что же такое криптовалюта в нескольких предложениях. Но сейчас я вам покажу другой способ использования чат GPT, а также его настройку. Для этого мы переходим в beta.open.ai.com.playground. И здесь мы можем получить намного больше возможностей для настройки. К примеру, мы можем выбрать ту версию чат GPT, которую мы хотим использовать. К слову, текст DaVinci 003 считается самой улучшенной и самой умной моделью чат GPT. Но, тем не менее, мы можем ее использовать 001, текст пэггидж и так далее. Еще есть три модели, которые мы можем протестировать. В большинстве случаев все-таки DaVinci 003 будет самой умной и самой улучшенной моделью. Поэтому рекомендую ее к использованию. Но самая важная функция, которую я хотела вам показать, это увеличение длины символов. Максимальную длину можно установить в районе 4000 символов. И это очень полезно, если вы пишете какую-то книгу, либо же эссе с использованием чата GPT. Если же вам нужны большие статьи, к примеру, для блога, для написания книги, для написания эссе, вы можете просто увеличить длину символов в настройках и получать огромные текста в ответ. К примеру, мой запрос будет содержать 3000 слов для написания статьи о будущем криптовалюты. В правом верхнем углу вы можете использовать Examples для быстрого изучения чата GPT. Внизу под видео ты также найдешь ссылку на platform.opene.com.examples, где есть намного больше примеров использования чата GPT. Где в правом окошке ты даже можешь выбрать тему, которая тебе интересна для изучения. Например, код, либо же ответы, либо же перевод. К примеру, если мы выберем код, здесь есть javascript helper, то есть помощник, с javascript перейти на язык программируем питон и так далее. Если вы хотите увидеть более подробную инструкцию, а также use case использования чата GPT, жду тебя в комментариях внизу.